Как мы говорим постоянно, в первую очередь это наше окружение. Это наши пять чувств, которые дают нам информацию. Это уши, глаза, это обоняние, вкус, осязание. Вот эти наши чувства, которые собирают информацию, они дают нам основу и фундамент для формирования нашего желания. И как вы правильно заметили, с каждым возрастом желание имеет свою разницу, свою какую-то специфику. Например, в молодости, скажем, те, которые сейчас заканчивают университет, средние школы, у них больше желания учиться за границей. Когда они уже имеют свою семью, молодая семья, у них большое желание заработать побольше денег. Купить дом, построить дом. Когда мы уже взрослые, когда мы уже, скажем, 40-45 лет, наше желание – женить своих детей, выдать замуж и довольствоваться их спокойствием. То есть наше желание в каждом возрасте имеет свою специфику. Но важно знать одно. Когда мы что-то желаем, мы не должны опираться на второе или на третье лицо. Скажем так, например, если я веду свой какой-то бизнес и развитию бизнеса мешает мой конкурент. Ни в коем случае я не должен желать, чтобы мой конкурент обанкротился. Я должен желать процветания своего бизнеса. Или то же самое, например, студенты. Когда они не готовы к экзаменам, многие из них желают, чтобы учитель заболел. Или чтобы в университете что-то произошло, чтобы экзамен отменили. Это неправильное желание. Правильное желание – пожелать себе получить высокую оценку. Почему? Потому что когда мы получаем высокую оценку, мы получаем успокоение души. То есть вот эта тонкая грань, тонкая нить, которая связывает исполнение желаний со спокойствием и ощущением души. Вот тогда желание исполняется. Поэтому когда мы что-то желаем, мы обязательно должны думать, навредит ли наше желание кому-то. Потому что если оно навредит, оно обязательно бумерангом вернется к нам. Обязательно мы должны помнить, когда мы желаем чего-то, не пострадает ли от наших желаний кто-то. Есть такая прекрасная поговорка. Будьте осторожны в своих желаниях. Желание имеет свойство исполняться. Будьте осторожны в своих желаниях. Желание имеет свойство исполняться. Поэтому когда мы желаем чего-то, мы должны быть очень осторожны, очень тонко чувствовать, какие стороны, какие процессы мы затронем в своих желаниях. Например, одна русская туристка, когда проходила таможенный контроль в аэропорту Республики Доминикана, Доминиканской Республики, таможенный контроль женщине сказала, о, как я хочу сейчас шоколад. И русская туристка вспомнила, что выходя из своей комнаты, из своей квартиры в Москве, она захватила из холодильника половину пилистящего шоколада в надежде, что она покушает ее, когда будет голодной. Но она облетела полмира, долетела до Доминикана, не скушала свой шоколад и услышала, что в таможенном контроле она хочет шоколад. То есть она дала женщине в Доминикане свой шоколад. Это говорит о том, что когда мы желаем что-то, неважно думать, как оно исполнится. Когда женщина на другом конце света хочет шоколад, и Вселенная сделает так, чтобы этот шоколад облетел полмира, чтобы до нее дошло, это не наша забота. Наша забота желать что-то искренне, желать что-то от всей души, и Вселенная сама позаботится, как ее доставить. Когда мы начинаем думать, мы начинаем включать наш мозг. А желание и мозг – это две вещи несовместимые. Желание больше основано на душу, на наше сердце, на наше, скажем, чувство счастья. А мозг – это компьютер, который управляет нашими пятью чувствами. Поэтому, когда мы хотим обосновать желание мозгом, мозг начнет нам выдавать, что, например, ты желаешь большой дом, но у тебя не хватит зарплаты, ты желаешь красивую машину, но у тебя не хватает бизнеса, ты желаешь шоколада, но сейчас все магазины закрыты. То есть мозг начинает выдавать обычные варианты на основе того, что он видит, что нас окружает, что воспринимает наши пять чувств. Поэтому, когда мы желаем, мы должны отключить мозг, включить душу. Это не очень просто, это нелегко, но те, которые смогут это сделать, они добиваются многого. Один пример. Часто, приезжая на свое рабочее здание, я приезжал рядом с Кохим Адбот, одиннадцатый этажный, двенадцатый этажный здание. Каждый раз приезжая, я смотрел наверх и любовался, какой красивый, откуда оттуда открывается вид, как бы я хотел иметь там свой кабинет. Каждый раз приезжая, я восхищался, и моя душа просто взлетала ввысь, когда я смотрел на это здание. Через какое-то время меня пригласили и сказали, что ты будешь менеджером бизнес-инкубатора, и у тебя будет свой кабинет на одиннадцатом этаже, Кохим Адбот. Когда я рассказал об этом своему тренеру в Украину, в Латвию, говоря, что я все время мечтаю, чтобы у меня был кабинет, был еще Господу, наверху, и через полтора года я получил этот кабинет, она удивилась. Она говорит, видишь, ты не веришь, что желание связано с душой, а когда ты его достигаешь, ты начинаешь верить во Вселенную, в Господа, в Аллаха, в Создателя. Не важно, кто там наверху, но там тот, который исполняет наши желания. Почему? Потому что наши желания успокаивают нашу душу, а душа — это мироздание, огромное мироздание. Потому что, как я говорил, мы не так часто конкретизируем свои желания. Мы часто желаем одно, желаем другое, желаем третье, но под этим желанием у нас какая-то корыстная цель. То есть мы желаем купить хорошую машину только потому, что у нашего соседа хорошая машина. Мы хотим построить большой дом только потому, что какой-то знакомый построил огромный дом. Мы не хотим добиться чего-то только для души. Мы хотим добиться чего-то для, прошу прощения, показухи. Мы желаем чего-то чисто для того, чтобы обуздать свои корыстные какие-то цели. В этом случае желания не исполняются. Желания исполняются лишь тогда, когда вы чисты душой, когда вы намерены что-то сделать для успокоения именно души. Например, я хочу заработать миллион самани. Почему? Не потому, что у меня друзья зарабатывают миллион самани, а потому, что я хочу обеспечить благополучное будущее для своей семьи. Я хочу миллион самани, потому, что я знаю, что когда у меня будет миллион самани, все мои дети будут обеспечены, а когда они обеспечены, я спокоен, я умиротворен, я получил ту гармонию, к которой я стремился. Лишь тогда желания начинают исполняться. Когда вы искренне кому-то помогаете, и лишь тогда желания исполняются. Еще один пример. Я помог одной хорошей знакомой, подруге моей жены, поступить на одну работу. И когда она поступила на работу, она пришла ко мне и говорит, Ако, вы исполнили мое хорошее желание. Я столько старался поступить на эту работу. Я настолько счастлив, я настолько спокойно, что добилась этого благодаря вам. Загадайте ваши желания, я готов исполнить. Я для вас как волшебница. Я говорю, сестренка, пожелайте, чтобы я поехал в Америку. Потому что я был во многих странах, Европа, Азия, Африка, но в Америке еще не был, потому что я знаю, что полететь в Америку очень дорого. Она сказала, я сделаю все возможное, чтобы вы были в Америке. И она, нашла людей, которые работают в Американском консульстве, которые выбрали меня из числа 12 с закрытым конкурсом, и я полетел в Америку. То есть, когда вы желаете чего-то очень страстно, и причем помогаете другим добиваться их желаний, ваше желание обязательно исполнится, обязательно. Но когда вы что-то желаете, мы желаем чего-то, и вопреки нашим желаниям они не исполняются, мы должны задуматься, почему? Возможно, от этого кто-то пострадает. Возможно, наше желание не конкретизировано. Возможно, наше желание не может сейчас исполниться, потому что от этого, скажем, не будет хорошо тому, 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 или что-то произойдет. вселенная исполняет желание лишь тогда, когда от этого будет хорошо всем окружающим. Этого мы не можем понять, этого мы не можем видеть, но наша цель, наша мечта это желать, побольше желать. Конечно, не все желания исполняются, но желания постепенно идут. Возможно, нам не удастся исполнить все наши желания, но наши желания будут каким-то подспорьем, каким-то фундаментом для наших детей, после нас. Поэтому желайте искренне, желайте от души, желайте так, чтобы ваши желания помогли не только вам, но и другим окружающим. И тогда оно будет исполняться, уверяю вас. Да, не имеет конца. Чем больше желаем, тем больше получаем, чем меньше желаем, тем меньше получаем. Но есть три правила, которые нам обязательно нужно соблюдать при желании. Во-первых, что мы желаем? Перед тем, как что-то желать, нужно уединиться. Нужно взвесить все за и против, чтобы понять, что мы желаем. Не так, чтобы я желаю то, 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 50 наименований желаний и сидеть и ждать. нет. Начинайте с одного маленького желания и посмотрите, когда оно свершится. Есть такие понятия, вдруг, как получилось, авось произошло. То есть, вот эти случайности в жизни, они у нас происходят, но мы не замечаем их. Почему? Потому что мы слишком заняты. я часто замечаю, когда вдруг случается то, о чем я как-то мельком желал. Например, недавно я увидел одного человека, с которым очень хотел познакомиться, чтобы она продвинула один мой проект. Но я не знал, как к ней подойти, потому что просто подойти и сказать, я хочу с вами познакомиться, потому что я хочу, чтобы вы продвинули мой проект, не получится. Но я страстно желал с ней познакомиться. И в один прекрасный день она мне позвонила. Она сама мне позвонила и сказала Шхурад Ибрагимов, я вижу вас по ТВ Азии, и я хотел бы у вас посоветоваться. Я удовлетворил ее совет и сразу же выставил свой. То есть когда мы желаем, оно получается, поэтому нужно в первую очередь знать, что мы желаем. Второе правило, почему мы этого желаем? Почему мы этого желаем? Мы должны обосновать, что от этого будет спокойствие нам, спокойствие детям, спокойствие окружению, нашим родным, близким, соседям, друзьям, какое-то богатство, какой-то плюс. Мы должны знать, почему мы это желаем. И третий немаловажный фактор действовать. Когда мы знаем, что мы знаем, почему, но мы не действуем, желание не исполняется. Мы должны идти к своему желанию. Мы должны сделать все, чтобы желание исполнилось. желанием не может просто так упасть нам сверху на голову. Желание появляется где-то и мы должны идти к нему. Часто в своих встречах я говорю, закройте глаза и помечтайте. Представьте все, что вы хотите. Представили? Да. Если вы смогли это представить, оно появится в вашей жизни. Между ними лишь действие. Мы желаем и мы действуем, чтобы это появилось в нашей жизни. Поэтому желайте и действуйте. Идите к вашему желанию. Сделайте все от вас зависящее, остальное позаботится вселенная. Саламат Боше. Какой философский. Саламат вопросов. В том, что каждый работ и обеспечен мы должны ответить. Саламат вопросов. Какой вопросов? В раман мы вопросов, мы ответим. В раман вопросов. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...